Самой маленькой участницы секции по художественной гимнастике всего пять, но она наравне с другими девчонками занимается три раза в день по два часа. Тренировки проходят в основном онлайн. Как раз сейчас на связи с Полевским Нижний Тагил. Анастасия Корюкова учит девчонок как правильно разминаться, ставить стопы, а также делать различные элементы. Для наглядности ей помогает юная гимнастка Милена. Она уже профессионально занимается этим видом спорта и может похвастать наградами. Я желаю юным спортсменкам, чтобы они всегда выиграли соревнования и хорошо тренировались на тренировках. В связи с тем, что у нас сейчас новые правила в художественной гимнастике, очень много разных элементов сейчас и они по стоимости тоже соответственно разные. Ну, например, равновесие. Вот сейчас мы отрабатывали кольцо, захват, с ножкой в сторону. Также попороты разные. Тренер полевчанок Наталья Бушина всегда любит придумывать для своих девчонок полезные мастер-классы и подобные слеты. Она считает, что менять обстановку – это нужно. Плюс такие тренировки способствуют еще большему развитию. Мы хотим, конечно, совершенствовать технику наших элементов, хотим отработать предмет. Место для проведения сборов долго искать не пришлось. Идеально подошел парк «Отель Трубник». В многофункциональном зале разместились гимнастические ковры. На большом телевизоре прекрасно видно тренера. Все здесь располагает комфортным занятием. Все предоставлено. Нас никто не беспокоит. Зал находится в нашем распоряжении. Все комфортно. Номера просто высшего качества. Питание было тоже разработано. Меню составлялось заранее. Согласовывалось обязательно с родителями. Особенности детей тоже в питании. Каждого ребенка учитывались. Условия, чистота, тепло, порядок. И, конечно, непосредственно еще у нас работа идет. Помимо тренировок дополнительной, которую нам тоже предоставил парк «Отель». В перерывах между тренировками девчонки успевают поиграть в детской комнате. Одна из самых любимых игр – шашки. Впрочем, здесь всегда есть чем заняться. Например, утром делали мыло своими руками вместе с аниматором. А сейчас развлекают себя настольными играми и плетением браслетиков. Чисто девичьи занятия. Мне нравится Кира Олеговна, потому что она добрая. Она говорит, когда ошибки некоторые, она мне все время говорит что-то. Я ее очень сильно люблю. Мне нравится то, что меня хвалят. Мне это нравится. Отдыхать успеваете? Да. По одному часу, но он очень быстро проходит. Здесь хорошо, хорошие тренера. И они говорят нам ошибки свои. И учат разным новым элементам. Кормят вкусно? Да. Что больше всего тебе тут нравится кушать? Салат. Йогой позаниматься успели. Еще побегать на беговой дорожке успели. Так, тебе что нравится? Мне нравится, что здесь очень добрые тренера. Мне нравится Анастасия Алексеевна, потому что она очень добрая. И там девочка показывает всякие элементы. А вот это самая Кира Олеговна Протасова, о которой говорили девчонки. На прямой связи из Торонто. Сейчас она живет в Канаде и ведет активную тренерскую деятельность. Каждый день с 6 до 8 часов вечера она учит полевчанок по видео, как правильно работать с различными предметами. Буловой, лентой, мячом и обручем. Мы встречались уже на сборах этим летом, поэтому я уже понимала подготовки детей и знала тренера. Поэтому очень приятно удивлена, потому что дети подросли за это время. Хотя прошло полгода, но все равно видно прогресс. Тренер очень старается дать грамотную подготовку детям. И я думаю, что ждет светлая ведущая топочка. Но что мне поразило больше всего, это то, что 2 часа влайн работали. И это достаточно тяжело для деток воспринимать информацию. Особенно у нас проблема немножко вправо-лево, когда на экране это одно, почему это другое. То есть, конечно, так я всегда послужу, корректирую. А здесь, естественно, что у нас такой флёрный тренер, да, получает молодец, кто-нибудь играет. И я провожу тренировку, помогает, и это, соответственно, привело очень лучший результат. А вот, потому что вчера вот они все, по часа работают. Девчонки и правда стараются, выполняют все упражнения без халтуры и возможности улизнуть с тренировки. Для них эти сборы стали первым шагом к самостоятельности. Одни, без родителей. Ответственность колоссальная за себя и младших девчонок. В секции уже сформировалась настоящая команда, где поддержка, дружба, взаимовыручка имеют важную составляющую успеха. Сначала было страшно, потом, потому что я никогда не была на сборах. Девочки были все трудные. Я тоже первый раз на сборах. Мне Наталья Васильевна помогает, и девочки весело были. Нам скучать не дует, потому что мы тренируемся, веселимся. И девочки очень дружные. Специально для сборов тренер Наталья Бушина заказала девчонкам в подарок фирменные значки, чтобы искорки всегда напоминали полевчанкам о слете. Художественная гимнастика, как и любой вид спорта, это колоссальный труд и постоянное развитие своих способностей. Благодаря подобным эффективным сборам девчонки совершенствуются, становятся выносливее, физически крепче, пластичнее, укрепляют характер. Год только входит в свою активную фазу. Впереди полевчанок ждет еще множество подобных проектов и соревнований. Главное, что у них и тренера Натальи Бушина есть желание занимать пьедестал почета. А значит, успешная команда ФСК СТЗ будет делать все, чтобы исполнить свою мечту. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.